Ну все, возвращаемся в студию, в которой у нас уже находится Влогер, фотограф, ЦПУшник ЦПУ, если кто не знает, это центр прикладной урбанистики Любитель походов, отец, хозяин Джанго, которого все постоянно ищут В общем, Александр Колбин у нас сегодня в гостях Саша, не упустил никаких твоих регалий, достижений Да, много еще чего, я сам не помню На чем еще сакцентировать, как думаешь? Мы, наверное, про блоги поговорим сегодня Ну давай, хорошо, тогда на блоге Генгей, на блогере, на этом статусе твоем остановимся Слушай, ну сегодня мы уже говорили, что Life Journal отмечает 18-летие Совершеннолетний, уже взрослый мальчишка Да, уже можно Уже можно, все ему практически, был бы у нас, уже бы голосовал В то же время блогинг сам по себе, он для многих остается на уровне Вот я вот поел красивое что-то, ну или собираюсь то есть, фотографировал, выложил в Инстаграм Пару там фраз каких-то черканул, все, я вот блогер Так ли это? Есть блогинг в широком смысле, а есть в узком То есть, по идее, блог это что? Это твой дневник в интернете, вот и все То есть, пускай ты еду каждый день выкладываешь, но в общем-то это тоже блог Вопрос идет в неком таком уже осмыслении, то есть, называть ли это блогом, ну если смысл тратить слово вот на это Скажи, ну получается, в принципе, любой человек, у которого есть какая-то страничка в социальных сетях, он там что-то постит, может считать себя блогером? Да, сейчас социальные сети, они перешли на вот блогинг Раньше система там ВКонтакте, Фейсбука, она была несколько иная И это скорее воспринималось, это мои друзья, одноклассники, собственно, да, сайт он так и называется Принцип уже заложен в само название И ты мог там добавлять и, ну, думал только, ну это мой друг, я добавлю, а этого я не знаю, я добавлять не буду А сейчас уже по принципу, о, это мне интересно, я добавлю И то есть подписываются уже люди, которые там меня не знают, я подписываюсь на людей, которых я не знаю в тех же социальных сетях Раньше блогом были, ну, стандартные площадки в виде LiveJournal, Blogger.com, ну и там еще ряд Там были полноформатные какие-то прям рассказы, истории, романы люди публиковали Тут ключевая история скорее в том, что на этих площадках был не человек как личность, Дмитрий Павленко, да, о котором можно знать что-то еще А был некий, там, битум 356, за которым неизвестно, что скрывается И на данной площадке можно было говорить вот только о том, что вот здесь представлено То есть без всего бэкграунда, который есть за этим человеком И вот в этом была фишка, поэтому ты мог подписываться на кого угодно, потому что ты подписывался вот на эту конкретную информацию В социальных сетях ты подписываешься на человека, то есть некая другая система отношений Окей, ну, в принципе, просто немножко подытожить В принципе, действительно, любой человек, который какую-то социальную активность в интернете проявляет, может косвенно считаться Ну, а настоящих блогеров, их сколько в Хабаровске? Вот те, кто прям гордо может с флагом ходить, я блогер Ой, у нас раньше был сайт, где была некая такая статистика блоги, там, Хабаровского края, да, условно И там был какой-то список, там, условно, там, 100-200, и они так по рейтингу, да Ну, вот где-то, может, человек 10 активных есть Есть такие, которые, допустим, в разных соцсетях, кто-то в Твиттере очень активный И выкладывают там какие-то поседневные истории, в принципе, ну, это называют еще микроблогом, да Допустим, твиттерскую историю В принципе, тоже блогеры, но они не посещают тусовки блогерские, скажем, таких не зовут Потому что, ну, нет ощущения там, ой, это блогер, надо его позвать, потому что он нам будет там ценен тем, что он как-то под своим углом расскажет эту историю Ну и так далее Ну, я не считал хабаровских блогеров, не могу сейчас точно сказать, но я думаю, 10-20 таких найдется Ну, может быть, есть идея организовать тусовку и, собственно, посмотреть на всех Мы давно не встречались, согласен, это можно Ну, сейчас вот ближе к лету это все обычно просыпается, начинает действовать как-то Ну, и вот раньше как бы эта тусовка была активнее, потом затишье, и сейчас вот вроде как бы опять что-то такое вырастает С чем это связано? Есть какие-то поколенческие истории, потому что я, допустим, не могу сейчас вспомнить каких-то хабаровских блогеров, ну, молодых В основном это люди моего возраста, кто-то даже старше А ты-то дряхлый старик Я, да, чертовски немолод И, ну, вот я не знаю, там, молодой хабаровский блогер, ну, как бы, ну, они, наверное, есть там, и где-то вот в узкой среде там известны, но как-то не Ну, вот молодой хабаровский блогер, у нас есть ребята, которые младше себя на много лет, на два, на три, на четыре, ну, неважно, но они Это еще наши И при этом у них там, не знаю, у них десятки тысяч подписчиков, но при этом они выкладывают какую-то информацию, ну, возьмем тот же Инстаграм, сейчас максимально популярен Выкладывают какие-то фотографии, выкладывают вроде бы ни о чем, или выкладывают какие-то мысли, взятые из ВКонтакте, где цитаты какие-то вот налеплены И там такая публика, там такая аудитория, а по сути это дело, их там к СМИ можно приравнять уже Ну, можно официально даже вроде уже Но это тоже же блогинг Ну, да, это же такая масса, она трансформируется, а так как в русском орфографическом или каком-то там грамматическом словаре нету еще понятия блок, наверное, да Еще не занесли его туда, и оно не сформулировано точно и конкретно, то, ну, вот это вот изменяется Сегодня это так, завтра это скорее так, то есть ЖЖ уже практически к дню рождения уже практически, ну, сдох, там какие-то остались, культовые личности Я просто к чему, что действительно, когда говоришь блогера, ты ждешь, ну, образ представляется прям какого-то такого журналиста О, нет, 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 это как раз-таки наоборот, не журналист, а человек, который свои мысли высказывает Сейчас журналистика, это как бы больше вот в таких жестких рамках, и там либо так вот, я профессиональный журналист, там микрофон, там какая-то там свет, там А блогинг это именно вот взял телефон и привет, я здесь, что происходит, не знаю, но круто, смотрите дальше То есть это вот как раз такой подход, где абсолютно непрофессионально, и это подкупает Ты видишь в этом абсолютную чистоту, потому что ты понимаешь, что это не постановка Ну, слушай, здесь вопрос тоже, когда мы говорим о профессионализме и о профессии как таковой, подразумеваем работу И, в частности, профессия штука оплачиваемая Вообще, в принципе, на блогинге можно зарабатывать? Правильный ответ – да, можно И можно, причем, это очень неплохо зарабатывать Да, можно Взять пример того же Варламова, к примеру, который, который, в принципе, разрушает мифы о том, что блогинг – это неподкупная, авторская и исключительно моя точка зрения Ну, он прям хэштеги реклама ставит и вообще не стесняется, и как будто совесть чистит Там, собственно, в хэштеге реклама история про рекламу, и ты понимаешь, что как бы Ну, это не значит, что это прекрасно, покупайте, бегите, ну, как бы речь, что не об этом Ну, ладно, про социальную ответственность какую-то и, в принципе, про то, что блогеры, да, свое мнение через призму своих переживаний и свои буквы Обращают внимание публике на какие-то проблемы Вот, в частности, у тебя, пост у тебя в Фейсбуке был выложен про обделанные дома Вот, что, почему? Почему вот об этом решил написать? Почему он на этом сакцентировал? Я пишу на какие темы? То, что мне нравится, то, что мне не нравится Ну, основные такие ключи, да, если брать То есть всегда хочется поделиться чем-то и чем-то, чему-то научить В данном случае я, там, нет задачи сказать, все плохо, да, давайте там уедем или умрем А задача, то есть показать, что господа, не делайте так То есть, ну, у каждого своя специальность, свои, там, суперсилы в какой-то области Ну, вот, моя область видеть глазами То есть я вижу, что это плохо То есть люди уезжают отсюда отчасти из-за того, что глазами зацепиться нечего и душа не лежит, что называется И то, к чему лежала душа, это все, там, убирается, сносится, обделывается, собственно И, ну, людей здесь ничего не держат А вопросы миграции из Дальнего Востока, ну, в общем, актуальны очень сильно Ну, и в том числе, кстати, вот если про миграцию мы заговорили Ты весь такой творческий, почему-то еще до сих пор здесь, в Хабаровске? Ну, у меня здесь много интересов Много интересов, в частности, вот, Центр прикладной урбанистики Одна из миссий этого всего — сделать так, чтобы душа прилегла Ну, задача где-то объяснить людям образование, да Как устроен город, почему это все происходит Почему что-то не нравится, что-то нравится Объединить людей, потому что у нас сейчас, как кто-то хорошо сказал Толпа одиночек То есть вроде много, а все по одному, люди не знают друг друга Это, в принципе, болезнь больших городов Даже живя в одном доме, да, и городов, и больших домов По поводу тегов поговорить, очень важный инструмент, в принципе, в СММ и в блогинге, в частности Наряду с обычными, вот, видео, свадьба, зима, архитектура, у тебя есть еще теги Культурный код, социальная инфраструктура, вот, культурные коды Хабаровска Вот это, зачем их уже ставишь? То есть зачем вот через эти метки привлекаешь внимание? Что это такое? Это попытка выйти из ЖЖ местного куда-то уже в мир, или что это? Это не... Ну, отчасти привлечение внимания какое-то, но это метка, то есть тематика, да? То есть ты пишешь что-то, и если там, может быть, непонятно, о чем этот текст Тут подсказывается, то есть, во-первых, где? Я всегда ставлю Хабаровск, потому что я сам смотрю, когда картинки, мне интересно, о, вот эта там скульптура, это где? Этот водопад, это где? Мне интересно, ну, местонахождение географическое, ну, в общем, как всегда, что, где и когда? То есть такие три вопроса, на которые интересно узнать ответы Ставлю метку, где хэштег, ставлю о чем, чтобы и себе потом найти То есть это, по сути, ты создаешь библиотеку Если я ставлю хэштег культурные коды Хабаровск, значит, я нажав на него, они у меня все выстроятся в одну линию То есть я могу эту ссылку уже кому-то скинуть Что посмотреть в Хабаровске? Чик, кинул ссылку Культурные коды Хабаровска, вообще культурные коды, что это такое? В частности, что этой фразой помечаешь ты у нас в городе? Культурный код — это некий ключ к пониманию пространства И если у тебя есть этот ключ, ты это пространство понимаешь Ну, точнее говоря... Ну, вот, например, что это? Культурный код, что это? Ну, в общем-то, любой памятник, там, кирпичная кладка какого-то там периода, да? Вензели на этих кирпичах, ты, то есть поэтому... Ну, не вензели, а вот эти вот клеймо на кирпиче Ты по нему можешь понять, в каком году этот кирпич был произведен, кем Сориентироваться, к какому периоду этот город, дом относится, к какому периоду, ну и так далее То есть это больше про историю? Или современное тоже может что-то относиться к культурному коду? Ну, современное то, что производится, оно же все равно в историю уходит Допустим, культурным кодом может являться ширина нашего вида Вот с утеса смотришь, вот эта ширина амура — это тоже некий культурный код А когда приводишь кого-то туда, иностранцев, они такие Ооо, ничего себе! То есть для них это такое что-то необычное, невероятное Потому что, допустим, они привыкли там в горах жить, или там в какой-нибудь пустыне, ну где по-другому все А тут река, и она очень широкая Там же еще развилка, да, то есть протока примыкает, и получается вот этот пятак, он прям очень широкий И поля безграничные Это тоже культурный код, вот это ощущение ширины, оно, как бы, мы к нему привыкаем и, ну, в себя его вбираем По холмам мы ходим, вот, допустим, когда вам самальчане приезжают, они не очень понимают Во Владике они вообще умирают Ну, мы как-то вот что-то среднее, то есть мы понимаем вот эти вот холмы, да, наши То есть, ну, для нас нормально вверх-вниз, вверх-вниз, как бы А кто-то там с Москвы тоже приедет, ну, ё-моё Это как на горы смотрит Ну, у них там воробьевые горы, да, это вот сопочка, да, какая-то Горы Понимаешь, да, вот разница Слушай, давай еще про социальщину некую поговорим Какими, может быть, историями лично ты гордишься, или какие можешь выделить из тех, что Вот ты посмотрел, что вот это нравится-не нравится, и вот это вот не нравится, была проблема А потом ты об этом написал, кто-то это прочитал, а кто-то третий вообще сделал и исправил Реально ли блогинг работает как какой-то инструмент улучшения? Да, конечно Сейчас, ну, и к вопросу об ответственности Так, смотрю тоже, какой-нибудь Выложишь фотки, что-то, напишешь так просто, мимолетно Потом смотришь, паблики, каналы перепостили И иногда подают информацию еще в каком-то своем ключе И пишут, там, Александр Колубин, понимаешь, где мои ребята Несколько о другом говорил, или как бы, ну, не рассчитывал, что будет такая То есть, если была бы такая большая аудитория, я, может быть, там, пояснил как-то, да, подробнее, чтобы не было разночтений Вот, и поэтому ответственность, конечно, есть И, понимая это, тоже что-то выкладываешь Допустим, вот эта история с книжными шкафами А вот скоро год уже будет, да, первому хабаровскому книжному шкафу уличному Поставили, сфотал, выложил в Инстаграм Все, на следующий день уже все знали и все звонили, там, интервью, показать, рассказать Потому что, ну, тема интересная, зацепила, необычная И всем хотелось об этом рассказать И, собственно, благодаря тому, что ты это куда-то выложил в сеть А так бы и осталось где-то, неизвестное? Ну, стреляло бы, но попозже, скорее всего Кто-нибудь добрался, выложил Вот, и за счет этого, раскрутки всей этой истории, шкаф просто весь забился За, там, ну, за день-два, там, после сюжета, да, как эта вся информация вышла Весь забитый был рядом, мешки с книгами лежали и так далее Ладно, спасибо большое Напомню, сегодня у нас в гостях был Александр Колбин Фотограф, блогер, отец, хозяин собаки, много всего Мастер социального айкидо Мастер социального айкидо и ЦПУшник Центра прикладной урбанистики, куда же без него Саш, спасибо большое С днем рождения, LiveJournal у тебя С праздником Пойду отмечу Все, удачи, пока